Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава книги «Второзаконие» читаю для библейского портала «Экзегет» перевод российского библейского общества. Ну вот здесь продолжается объяснение, почему закон важен. Да, вот «Второзаконие», казалось бы, повтор закона, и там дальше, вот впереди будет очень много подробностей, что соблюдать, как делать, но сначала невероятно много объяснений зачем, причем с повторами, многочисленными даже повторами, с таким бесконечным призывом, с одной стороны, к тому, что это вам полезно будет, вы будете жить благополучно, с другой стороны, будьте благодарны Богу, с третьей стороны, вот опасность языческая. И Восьмая глава продолжает эту линию. «Он хотел показать вам, что не одним лишь хлебом живет человек. Человек живет всем тем, что исходит из уст Господа. Все эти сорок лет одежда твоя не изнашивалась, ноги твои не опухали. Пойми же, что Господь твой Бог учит тебя, как отец учит сына. Исполняй повеление Господа твоего Бога, хоть и бутями его, бойся его и чти». Вот, кстати, «Бойся его и чти». Смотрите, но призыв к боязни соседствует с рассказом о его заботе, да, то есть бояться не значит в ужасе, в панике отшатываться. Скорее, это значит трепетно чтить. И здесь называется вот та забота, которая была манна, то, что они вообще перешли через эту пустыню, у них все получилось, это у них было таким временем беспечальным относительно, хотя они периодически и восставали против Бога. И, значит, можно ждать того же от него в будущем. То есть эти заповеди не просто навязанное нечто, но это рецепт счастья в конечном итоге. «Господь твой Бог приведет себя в прекрасную страну, в страну, где текут реки, где в долинах среди гор пробиваются родники и подземные воды, в отличие от пустыни, в страну пшеницы и ячменя, виноградников, смоковниц и гранатов, в страну оливковых деревьев и меда. В этой стране ты не будешь жить впроголодь, ни в чем не будешь испытывать нужды, в ее камнях есть железо, из ее гордость можешь добывать медь. Насытившись, благословляй Господа твоего Бога за прекрасную страну, которую он отдал тебе». Вот еще почему надо это соблюдать, да, потому что все же устроено для тебя, все сделано так, чтобы тебе было хорошо, и заповеди тоже. Смотри же. «Буду течь из скалы. Он кормил тебя в пустыне манной, о которой твои отцы и не ведали. Он смирял и испытывал тебя, чтобы потом тебе было хорошо. Не думай, что ты сам своими силами приобрел все это богатство. Помни Господа твоего Бога. Это Он помогает тебе обрести богатство. Он и по сей день соблюдает договор, заключенный с твоими отцами. Если же вы забудете Господа вашего Бога, то и пойдете за другими богами, будете служить и поклоняться им, вы непременно погибнете, предупреждая вас об этом ныне. Если не будете слушаться Господа вашего Бога, то вы погибнете, как те народы, которые Господь уничтожает, чтобы отдать вам их землю». Ну и выбор, который здесь предлагается, два варианта, соответственно, Божье благословение, Божье проклятие, они названы прежде, здесь они описаны более подробно. И, собственно, все зависит от того, будете вы с Богом или будете вы с языческими башками тех народов, через земли которых вы проходите сейчас и землю которых вы когда-то завоюете для себя. Ну, а о том, что, вообще-то говоря, завоевывать не хочется, это дело трудное, опасное и чреватое всякими неприятными последствиями, и как с этим быть, об этом будет говорить следующая девятая глава. Спасибо.